всем доброго времени суток приветствую всех в прямом эфире и тема нашего сегодняшнего занятия обзор photoshop 2022 так но для начала давайте проверим технические моменты пожалуйста поставьте плюсики в чате если хорошо меня видно и слышно ну и всем кто смотрит трансляцию вот здесь в личном кабинете моей онлайн-школы рекомендую кликнуть вот сюда на заголовок трансляции и перейти на youtube там лучше отслеживаются комментарии вот сейчас я покажу вот здесь так двойной звук какой-то идет все я это исправил так сейчас я чат открою в новом окне чтобы он мне не мешал так ну вот теперь это можно благополучно закрыть я буду отслеживать ваши комментарии в новом окне так ну и пожалуйста напишите напишите откуда вы узнали об этой трансляции мне это очень интересно то есть откуда узнали про прямой эфир цифра 1 из почтовой рассылки цифра 2 из инстаграма цифра 3 это группа фото монстра вконтакте ну или можете написать свои варианты так уведомление youtube отлично значит это все таки работает за мной даже следят так единички единички так ну что инстаграм что ли не работает так вижу троечки троечки отлично из почты из вконтакте youtube так ну и для того чтобы эту трансляцию посмотрела как можно больше людей как можно больше людей узнали про новинки фотошопа причем правдивую информацию они ту которую преподносят проплаченные эксперты или другие личности в интернете не знаю по какой причине вот пожалуйста поставьте лайк трансляции то есть перейдите вот сюда и нажмите вот этот пальчик вверх это поднимет трансляцию выдачи ютуба и больше людей и увидят и больше придут так сейчас смотрят 221 человек ну вот пожалуйста давайте 200 лайков мы наберем так но еще один вопрос пожалуйста поставьте цифру 4 кто уже обновил photoshop и цифру 5 кто пока еще не торопится то есть боится или что-то там думает что у него слетит так но вижу примерно поровну четверки пятерки то есть 50 на 50 скорее кто-то обновился кто-то пока еще ждет так ну и хорошо давайте тогда мы приступим чтобы те кто уже обновился как бы почерпнули какую-то для себя новую информацию те кто еще не обновился ну как бы приняли решение все-таки стоит это делать или нет на мой взгляд все-таки стоит потому что чем дольше вы откладываете решение про обновление тем дальше вам будет сложнее потому что все уроки какие-то туториалы зарубежные и отечественные они будут выпускаться все в новых версиях и вам сложно будет как бы адаптироваться то есть они будут задействовать вот эти новые функции новый интерфейс вы будете находиться в старом то есть все таки я за обновление так ну и давайте мы сейчас посмотрим начнем с камера роуту что нам предлагает камера роу она тоже получила обновление так сейчас я сброшу настройки все вот начнем как бы уже работать с вами так ну давайте откроем какую-нибудь фотографию или можно даже несколько фотографий без разницы в общем то открывая из бриджа в камера роу так сейчас я ее уменьшу окошко интерфейса чтобы вам лучше было видно вот так вот камера роу теперь называется камера роу 14.0 и соответственно получила она некоторые новые инструменты ну во первых несколько обновился интерфейс так давайте сейчас ленту скрою чтобы она мне не мешала или лучше я ее сбоку размещу так забыл как ее сбоку размещать так ну ладно пускай она здесь будет так смотрим вот здесь у нас несколько изменился интерфейс то есть посмотрите вот тут у нас небольшие изменения и также произошли некоторые изменения в настройках давайте вот кликнем на значок вот этой шестеренки и зайдем в настройки вот смотрите что здесь изменилось здесь появился появилась возможность сразу выбирать интерфейс вот это очень радует далее вот здесь появилась галочка показывать подробные подсказки то есть кто еще плохо ориентируется в камера роу вот возможность есть такая что здесь будут всплывать подсказки ну вот подсказывать показывать подсказки контекстного меню при наведении то есть photoshop все больше и больше ориентируется на новичков на начинающих пользователей то есть из профессионального инструмента по сути превращается в мейнстрим к сожалению потому что профессионалам эти подсказки в общем то не нужны ну или тем кто давно уже работает в photoshop так ну вот здесь больше ничего не поменялось давайте дальше посмотрим здесь тоже самое вот здесь тоже особо ничего ну и вот вкладка рабочий процесс тоже она осталась без изменений то есть по сути изменения коснулись только подсказок в интерфейсе ну которые в общем то можно отключить если они вам не нужны вот так далее что еще здесь появилась разработчики добавили новые пресеты они называются сейчас стиле ну вот раньше здесь было небольшое количество наборов но вот сейчас как видите вот отсюда если начинать вот это мои пресеты портретные различные кинематографические винтажные и так далее там порядка по моему 80 пресетов если не больше даже то есть кто любит обрабатывать начинать с пресетов в общем здесь есть где разгуляться так ну и что еще хочу сказать дело в том что здесь еще появилась такая возможность сейчас я покажу смотрите здесь появился регулятор силы воздействия пресета вот но он работает не для всех пресетов только для новых и эти новые пресеты они уже не будут совместимы со старыми версиями камера ро то есть если вы их туда попытаетесь загрузить у вас выйдет ошибка то есть там они работать не будут ну и вот здесь можно регулировать воздействие но естественно это всего лишь как некая отправная точка потому что дальше пресеты нужно уже под себя подстраивать то есть подстраивать экспозицию баланс белого и так далее вот такая новинка в области пресетов так ну и то чего долго очень все ждали это наконец-то здесь появилась возможность работать с масками в более продвинутом интерфейсе так ну давайте мы сейчас сбросим вот эти настройки все а нет нет не нужно туда залез остановить значение по умолчанию вот так смотрите сейчас все локальные коррекции у нас находятся вот здесь меню маскирования если я выберу то смотрите вот здесь появились новые функции выделить предмет выделить небо ну и нам знакомые уже это кисть линейный градиент радиальный градиент и сейчас вот эти вот регулировки которые раньше были в локальных коррекциях то есть в кисти в линейном и в радиальном градиенте они вынесены в отдельные функции то есть это цветовой диапазон и диапазон яркости диапазон глубины он пока что не активен наверно в будущем в будущем будет активным либо диапазон глубины скорее всего работает с файлами с айфона то есть где информация по моему там две или три камеры не знаю я в айфонах не разбираюсь вот с помощью параллакса там вычисляется как раз расстояние до объекта съемки и можно на а на основании этих данных которые записаны в raw файл создать карту глубины скорее всего для этого но может и для обычных конечно файлов это будет работать будущее покажет ну давайте посмотрим как работают вот эти вот новинки все вот сейчас я покажу вам выбираем выделить предмет вот автоматически появляется вот такое меню с маской ну если так вот посмотреть на первый взгляд все достаточно неплохо выделилась то есть смотрите здесь мы сейчас можем сразу же делать коррекцию отдельно модели и отдельно фона вот смотрите чтобы мне редактировать модель я использую обычную маску вот сейчас я чуть затемнил а для того чтобы мне редактировать фон мне нужно создать новую маску также выделить предмет подождем и теперь эту маску мне нужно инвертировать то есть как это лучше сделать давайте посмотрим можно через меню вот здесь инвертировать тогда выделиться фон а можно просто нажимать клавишу x вот смотрите сейчас я свободно затемняю фон то есть если раньше для этого нужно было идти в фотошоп какие-то там строить выделения и все прочее то сейчас вот это все спокойно в конвертере делается буквально в пару кликов ну и вот действительно вот эта функция я считаю что она очень полезна то есть массу времени экономит при обработке ну и сейчас я вам еще покажу как выделяется небо потом покажу некоторые фишки еще работы с масками в камера raw кто уже попробовал вот этот вот функционал и остался доволен поставьте пожалуйста семерочки в чате восьмерки поставьте те кто еще не попробовал но кому интересно все таки так вижу что уже попробовали некоторые но кто-то еще не ставил видимо не пробовал очень рекомендую примут функция вообще супер так ну давайте ленту мы откроем покажу как это все на небе работает вот видите достаточно такая сложная картиночка выделяю небо эта фотография братского фотографа романа царева из моего родного города вот как видите мы выделили небо но теперь с небом я могу работать уже отдельно каким-то образом раньше там какие-то градиенты надо было строить и все прочее сейчас это уже делать не нужно так но сильно я затемнил ну вот вполне себе нормально и отдельно можно редактировать уже вот передний план то есть смотрите тоже создаю маску новую выделяем небо естественно настройки коррекции они автоматически сбрасываются вот у меня выделено небо я просто нажимаю английскую клавишу x на клавиатуре вот и теперь видите у меня выделено уже не небо а земля деревья и так далее ну и здесь я тоже вот могу допустим какие-то области немножко осветлить то есть по сути смотрите я расширяю динамический диапазон изображения сейчас то есть отдельно редактирую небо не отдельно редактируем передний план так ну здесь коррекции в общем на свой вкус можно любые делать какие угодно тоже очень полезная штука раньше выделение неба только в фотошопе работала ну тоже там приходилось как бы плясать с бубном чтобы вот такие коррекции проводить открывать там фотографию через смарт-объект выделять небо потом еще раз дублировать выделять уже передний план и затем только через маски можно все это по отдельности было корректировать причем это довольно таки не очень наглядно было и не совсем удобно но сейчас конечно вот все изменилось и вот это вот мне тоже нравится для пейзажников прямо находка будет и конечно процесс обработки уже изменится в камера роу то есть раньше я работал по-другому то есть сейчас я свои взгляды уже буду на обработку на процесс обработки пересматривать ну и соответственно скорее всего проведу там может быть через месяц мастер-класс по новой версии камера роу так ну и давайте еще вам покажу возможности вот этих вот этих новых инструментов маскирования вот смотрите вот такая фотография у меня и вот здесь половина освещена солнцем вот и вот эта половина в тени на фоне как вот это вот сделать мне так достаточно хорошо смотрите я поступаю следующим образом то есть выделяю предмет ждем так далее я инвертирую это выделение и и теперь я делаю пересечении маски то есть пересечения маски фона с маской линейного градиента вот это одна из функций которую раньше можно было только в фотошопе сделать ну сейчас вот можно сделать уже и и здесь так вот добавить пересечения с маской то есть я вот эти на три точки кликаю добавить пересечения с маской линейный градиент вот теперь я провожу вот отсюда линейный градиент как видите воздействие у меня пропало почему потому что воздействие будет только там где у меня будут пересекаться области градиента и выделенного фона вот здесь они не пересекаются соответственно воздействия там нет ну и вот так я этот градиент подтягиваю смотрите еще одна новая такая фишка вот здесь появилась ручка у градиента раньше его не очень удобно было вращать сейчас это гораздо удобнее то есть с помощью вот этой ручки можно его поворачивать вот я провел градиент ну и теперь я просто вот таким образом корректирую фон здесь чуть его нужно потеплее сделать так ну и наверное чуть выше его подтянуть вот так градиент этот вот сейчас все отлично видите как здорово да обратите внимание что модель при этом не затронулась потому что я выделил заранее фон модель в это выделение не входило и вот там еще раз обращаю ваше внимание где пересекаются области воздействия фона и градиента только там воздействие происходит то есть смотрите таким образом мне удалось вот эту вот часть осветлить и сделать так как будто модель у меня стоит на равномерно освещенном фоне ну и дальше можно в общем то переключиться сюда чуть модель притемнить немножко затем снова создать новую маску выделить предмет инвертировать и скажем немножко фон под затемнить ну и можно здесь тоже с балансом белого еще поработать как-то его перекрасить в общем возможности море с помощью вот этих всех инструментов если сюда в локальные коррекции еще со временем добавят возможность правки цветов с помощью и чисел будет вообще супер так ну поставьте пожалуйста троечки кому понравилась вот такая вот функция пересечения масок мне кажется очень круто и то же время на обработку значительно сократится вот мне тоже очень понравилось отлично отлично вижу так что еще у нас в камера роз здесь появилась нового ну в общем то здесь особо так ничего не появилось то есть самая вот это вот крутая крутая штука это как раз вот такие маски причем причем выделение как мне показалось работает лучше чем фотошопе вот фотошопе функция выделить предмет она не так хорошо работает как вот эта функция работает в камера ро почему не знаю возможно потому что в raw файле больше данных и вот за счет вот этих дополнительных данных вот эта функция работает лучше так ну теперь с камера ро в общем то все этот как говорится тема теперь для отдельного мастер-класса теперь давайте перейдем собственно фотошоп и посмотрим что у нас там такого интересного появилось так нажимаю готово настройки все естественно применяются так ну и вот собственно фотошоп что у нас здесь здесь у нас немножко упростился начальный экран смотрите здесь вот есть ваши файлы доступны мне фото лайтрум но в общем у меня здесь ничего нет поэтому я особо не буду показывать здесь вот я могу получить доступ к файлам которые недавно обрабатывал вот прямо из этого окна но это и раньше было смотрите здесь можно изучать руководство то есть сразу проходить обучение или вот здесь вот перейти на панель обучения то есть если я кликну так чего-то на у меня не открылось ну ладно давайте откроем какое-нибудь изображение собственно в фотошопе и посмотрим какие там новые функции появились так но для начала вот такое забы открою смотрите самая ожидаемая функция ну и которая в общем достаточно так неплохо работает по сравнению с тем что было раньше эта функция вот здесь инструмент выделение объектов что здесь изменилось раньше нужно было делать какое-то вот выделение вот такое вот фотошоп этот объект находил и выделял сейчас все работает по-другому то есть можно просто подвести инструмент любому объекту и фотошоп будет строить его выделение ну посмотрим всегда ли он справляется смотрите вот эту статуэтку он за объект почему-то не считает вот опять же глюк вот здесь вазу выделил нормально и здесь почему-то вот смотрите дверки дверцы вот этого комодика он считает за отдельные объекты а вот этот предмет он почему-то за отдельный объект не считает посмотрим справится ли он выделит ли его выделил то есть но когда ему подсказали все-таки выделил так давайте посмотрим что еще здесь можно сделать ну здесь стандартно можно брать образец со всех слоев то есть когда у вас изображение скажем объекты разбиты по отдельным слоям многослойное изображение можно сразу со всех слоев объекты вот эти найти четкие края но это понятно то есть будет создаваться выделение с резкими четкими краями то есть не будет никакой растушевки ну и можно выделить сразу все объекты то есть нажать вот эту кнопочку вот как видите те объекты которые photoshop нашел они выделяются но как-то он их находит странно вот эту перекладину например почему-то здесь не выделил так спрашивают про ретач панель на она работает в этой версии так расширение устаревшая версия вот она как видите все работает так пишут при слабой видеокарте эта функция выделения стала зависать ну да photoshop активно использует ресурсы видеокарты вот и поэтому может такое быть вполне так ну смотрите дальше что можно сделать вот все объекты здесь выделены можно перейти вот сюда правой кнопкой мыши и выбрать маскировать несколько объектов смотрите что сейчас произойдет фотошоп создаст автоматические группы с масками и с помощью этих групп можно будет воздействовать на объекты вот смотрите допустим вот в эту группу я могу поместить там скажем так давайте мы переключимся чтобы этот синий цвет здесь уже не отвлекал нас вот в эту группу например я могу добавить какой-либо корректирующий слой ну те же кривые допустим да и с помощью них уже вот таким образом воздействовать на выделенный объект то же самое можно сделать с другим объектом то есть группа уже оптимизированы сразу для того чтобы прямо в них помещать корректирующие слои вот кресло но здесь надо быть аккуратным потому что выделение отражения она как-то не очень здесь получилось у программы поэтому как-то нужно поаккуратнее с этим работать вот затемнение нормально вроде происходит но осветление как-то выглядит не совсем натурально можно цвет поменять каким-либо образом вот так например ну и то же самое можно сделать с другими объектами например вот вазе можно придать больше объема то есть если кривые сюда положу немножко затемняю таким образом и теперь маску если я инвертирую на кривых то есть получается здесь двойная маска маска объекта на группе и плюс еще могу использовать маску на кривых то есть я ее инвертирую беру кисточку и здесь уже особо не заморачиваясь потому что объект у меня выделен на маске группы я провожу вот так вот посмотрите я придал вазе объем как будто она освещается переднебоковым светом вот такие вот штуки можно делать в фотошопе ну в общем то по большей части это все вот что появилось здесь с выделениями но другие функции там взаимодействие с иллюстратором и все прочее я вам показать не могу потому что я в иллюстраторе не работаю он у меня не установлен и как бы поэтому это не получится сделать ну давайте перейдем к самой веселой части марлезонского балета это нейрофильтры нейронные фильтры вот это будет действительно весело так давайте я сейчас открою картиночки которые мне нужны для демонстрации так вот эту возьмем вот эту картинку ну давайте по порядку работать вот что у нас там получилось сейчас будем рассматривать так вот эта картинка мне тоже надо я зажму shift и дважды кликну чтобы камера рована не открывалась а сразу в фотошопе открылась есть такая штука так 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 дальше вот эту фотографию откроем спасибо ярославу трубникову за то что мне ее предоставил изрядно повеселимся сейчас так ну и что еще можно здесь открыть ну давайте как я уже говорил по порядку все делать и так приступаем собственно к вот этим самым нейронным фильтром так я уменьшу размер картинки чтобы они работали быстрее потому что это такая тормозная технология адобовская на 2000 уменьшу так медный всадник тоже уменьшу достаточно так вот у нас картинка давайте сделаем копию слоя фильтр так пишут зачем их рассматривать кто ими пользуются вообще но вот посмотрите допустим тех же зарубежных гуру или наших доморощенных вот которые расплодились невероятном количестве они там эти фильтры хвалят вообще не знаю как вот ну сейчас мы будем как бы все по-честному делать по-взрослому они так как они так ну вот давайте посмотрим что у нас тут ну вот пейзажная композиция здесь появилась да давайте посмотрим что это вообще такое что за звери с чем его едят так ну вот к сожалению сдвинуть не получается картинку ну смотрите здесь что здесь как будут в один клик можно изменить атмосферу всего снимка но вот скажем сделать зиму да давайте посмотрим сделаем зиму что получится кликаем только держитесь покрепче за стулья вот видите обрабатывается чего-то там долго обрабатывается видимо будет красота неописуемая по это что вообще скажите мне откуда какой-то тут зерно появилась ну здесь понятно вроде бы как на лед похоже ну ладно давайте какой-нибудь другой эффект тут сейчас закат сделаем вообще по идее здесь должно красивое отражение вот этого неба в воде появится так и что он не хочет мне закат что ли делать видите вот видите глючный инструмент вот этот фильтр временно отключен из-за ошибки ха-ха-ха ну это уже было да как бы адобовцы видимо там пытаются что-то дорабатывать их там завалили сообщениями давайте осень сделаем может заработает все таки оп тоже ну вот самое веселье вам показать и не получилось как жаль так давайте снова попробуем может быть заработает это еще что не понял это как вообще случилось до photoshop меня удивляет что это вообще такое вообще непонятно ну я говорю то что фильтры глючные даже рассмотреть не получается толком так он что еще и картинку теперь открывать не хочет замечательно адобовцы замечательно так ладно придется мне принудительно завершить photoshop чего я уже сто лет не делал до хорошее обновление выкатили ничего не скажешь так есть ну давайте снова запускать чего это у меня старый photoshop запустился интересно да нейрофильтры сломали винду так нет это мне не нужен photoshop извините пожалуйста там нет такого что я хочу вам показать так ладно запускаем тогда photoshop вот он так пишет а вы говорите его надо установить может все-таки подождать ну ждать не стоит просто не надо пользоваться вот этими фильтрами и все как бы показать все равно хочется так а в последних документах тоже ничего не сохранилось вообще нормально так вот но все-таки попробуем еще раз после перезапуска так пейзажная композиция так ну вот давайте кликнем и посмотрим долго 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 обрабатывается вот даже такая маленькая картинка ага ну все-таки да надобовцы отключили данный фильтр видимо по причине того что их завалили гневными отзывами ну я в принципе не удивлен потому что вот этот фильтр я вам просто расскажу он убирал вот эту надпись вообще что-то делал невероятное вот с памятником то есть все вот эти черты морды лошади лица петра там вообще какая-то каша образовывалась вообще ужас какой-то так ну давайте другие рассмотрим фильтры все-таки здесь есть как бы тоже такие довольно интересные моменты так и и что что это опять а не понимаю так ладно откроем попробуем другую фотографию прям что-то меня это немножко скажем так подбешивает в общем то что и требовалось доказать то что фильтры работают не очень хорошо откроем вот эту картинку так но если опять такая штука будет придется снова photoshop выключать перезапускать так он даже открывать не хочет ну ладно он даже обзор не получается нормально сделать снова завершаем принудительно запускаем так вот эту картиночку я от открывал похоже да так вот эту картиночку я открывал похоже да тоже уменьшу размер тоже уменьшу размер ну где-то так покажу вам еще один нервный фильтр который мне показался достаточно интересной да кстати вот правильно комментарий написали что для сохранения нервной системы нервными фильтрами лучше не пользоваться так вот этот вот этот нервный фильтр нейронный или нервный в общем-то мне так более-менее понравился причем отсюда можно достать карту глубины и использовать ее для других манипуляций как видите фон достаточно так неплохо размывается но правда качество баки оставляет желать лучшего потому что почему-то разработчики ничего лучшего не придумали как яркие блики превращать вот в такие шестиугольники то есть это вообще как бы дурным тоном считается в фотографии когда на боке вот такие вот гайки образуются их гайками и называют в общем-то то есть ну вот самое худшее сюда они внедрили вот давайте посмотрим какие здесь есть функции ну здесь какие-то можно фокусное расстояние менять только она как-то странно меняется эти как бы размытие уменьшается по идее должно быть наоборот можно регулировать степень размытия вот так то есть гайки становятся больше как вы видите но это не главное а тут еще можно дымку какую-то добавить ну это эффект такого тумана или снижение контраста ну понятно что здесь температура цветовой тон насыщенность ну то есть это аналог балал баланса белого в камера ром можно тут как-то подправить еще яркость зернистость и смотрите вот довольно такие функции интересная это вывод только карты глубины то есть вот таким образом у нас только карта глубины будет выводиться и и ее можно использовать в каких-либо других фильтрах например фильтр размытие объектива то есть вот допустим если я эту карту выведу вот смотрите на карта глубины да если ее немножко доработать ну то есть чтобы реально вот объект был черным на карте глубины и вот так вот она работала можно копию слоя переместить наверх так вот у нас карта глубины и давайте попробуем применить фильтр так как он у нас теперь называется размытие объектива да вот так сейчас я уменьшу это окошко хотя здесь тоже какие-то гайки получаются но здесь я думаю можно отрегулировать это все да вот хотя бы так вот было бы лучше если бы круг был вообще полностью так и здесь карта глубины карта глубины ага здесь нужна маска то есть карту глубины мы должны загрузить как маску так я честно говоря этим фильтром очень редко пользуюсь так ладно маску так маску можно вообще как бы сделать следующим образом сделать копию альфа канал наверное это сработает во всяком случае раньше можно было с альфа канала маску подтянуть фильтр размытие размытие объектива так вот здесь комментарии есть в новом фотошопе опять проблемы с оперативкой из 8 гигабайт фотошоп видит только 5 вообще 8 гигабайт для сегодняшних программ это вообще как бы не что нужно минимум 16 лучше 32 чтобы все хорошо работало то есть такие вот требования уже к железу так а вот он у меня взял как раз копию красного канала но но почему то вот в этом фильтре как раз данная маска не очень хорошо работает хотя по идее должна работать нормально но все равно как бы вот эту маску карту глубины ее можно тоже использовать для имитации различных там эффектов раньше ее приходилось как-то вручную рисовать теперь это можно сделать автоматически так все эти фичи качественно и быстро можно сделать в плагине ник без гаек ну да я знаю есть какие-то плагины тоже для имитации имитации боке которые работают гораздо лучше вообще меня удивляет даже вот это все вот эти все нейронные фильтры у адобовцев скажем так есть мобильное приложение вот просто для телефона где вот это все уже давно разработана и работает прекрасно вообще но почему-то вот компания adobe она вот такой от нам предлагает так ну в общем я предлагаю на этом собственно с нейронными фильтрами закончить и не терзать нервную систему так ну и следующий пункт нашего сегодняшнего прямого эфира это то что с 3 по 5 ноября я буду проводить снова онлайн марафон по ретуши вот пожалуйста поставьте пятерочки кто уже участвовал в онлайн марафонах по ретуши то есть по-моему я их штуки 4 проводил так но поставьте троечки кто не участвовал и первый раз об этом слышит так отлично вижу ну и этот марафон мы решили провести несколько измененном новом формате в чем собственно будет заключаться этот новый формат если раньше я делал разбор работ то есть выбирал случайным образом работы участников то в этот раз я этого делать не буду то есть участвовать всем можно задание домашние выполнять нужно но разбирать я буду только те работы участников которые этот разбор оплатят почему это было решено сделать потому что как бы множество обид было то что вот моя работа не попала и все прочее ну а здесь уже гарантированно то есть если человек деньги заплатил я гарантированно буду его работу разбирать то есть соответственно у нас два варианта участия в этом марафоне первый вариант бесплатный то есть вы просто смотрите можете скачивать исходники там сами для себя тренироваться выполнять работу я дам возможность выложить ее на форуме фото монстра но разбираться она не будет то есть просто вы можете ее выложить показать что как вы можете ретушировать и второй вариант участия это вариант с оплатой за три дня за три дня то есть течение трех дней я разбираю вашу работу это будет стоить 1500 рублей ну и кроме того для участников которые примут платное участие в этом марафоне будет дополнительный четвертый так называемый вип день где я еще раз по вашим работам всем пройдусь дам конкретно рекомендации то есть уже за финалем с вами все дам конкретные рекомендации как учиться на какие ошибки обращать внимание вот и все прочее то есть четвертый день будет тоже максимально полезный ну и ссылочки я сейчас вот сюда вам скину и так же так проще курс купить и слушать разбор своей работы но кстати новый формат курса по ретуши будет стоить порядка 9000 рублей вот или даже дороже потому что как бы теперь он будет уже на моей платформе с фото монстром он не будет иметь уже вообще ничего общего и я сам лично буду разбирать работы не в комментариях а в прямом эфире то есть будут проводиться как бы прямые эфиры ну это я уже так несколько вперед забегу но стоить это будет уже не как раньше значительно дороже поэтому как бы за полторы тысячи все-таки четыре дня это я считаю вообще ну ни о чем вот то есть цена как бы чисто символическое ну естественно ограничение по количеству платных участников она будет потому что мне придется скажем за полтора часа разбирать ваши работы то есть там не более 30 участников так но и сейчас я вам ссылочки скину если такой вариант вас заинтересует первая ссылка это вип-участие сейчас она в чат прилетит вот это вип-участие так вот я ее закрепил теперь она будет у вас вверху вот эта ссылочка это вип-участие так и обычное участие сейчас я тоже вот она появилась сейчас я окно чата передвину чтобы вам было видно вот вот эта ссылка по ней можно перейти и оплатить участие напоминаю что с 3 по 5 и 6 будет дополнительный эфир так теперь обычный вариант участия сейчас тоже сюда его вам закину вот он так ну и пожалуй я тоже сделаю следующее сделаю текстовый блок на странице прямого эфира так ну вот смотрите видите вот вот эту страницу если взять то здесь задание нет здесь только вот день 1 день 2 то есть уже все подготовлено вот день 2 и день 3 вот три дня если взять вип-вариант то смотрите здесь вот есть домашнее задание вот она то есть три домашних задания и вот прямой эфир для вип-участников ну естественно если вы деньги заплатили это будет дополнительный стимул для вас чтобы максимально эти деньги на вас отработали выполнять домашнее задание в срок вот потому что если выполнить и не в срок то как бы потом я уже разборы делать не буду вот вот такое ограничение то есть силы свои как бы рассчитывайте так ну и сейчас я загружу вот сюда сделаю дополнительный текстовый блок загружу сюда ссылочки так одну секундочку участие в марафоне по ретуши вип сейчас сделаем ссылочку так вот это вип и сделаем бесплатное участие вот чтобы вам именно на этой странице эти ссылочки можно было найти потому что марафоны будут проходить не в открытом доступе то есть на ютюбе в открытом доступе их не будет и на фото монстре их тоже не будет вот в основном здесь только участие будет доступно по ссылке ну вот здесь вы теперь можете вот эти ссылочки найти вот они и соответственно выбрать для себя необходимый тип участия так ну если есть какие-либо вопросы то можете задавать вот я пока могу на них поотвечать так вот вопрос про консоль loadpack не знаю вообще что это такое даже но по-моему где-то обзор в интернете был на нее и как бы разгромили эту консоль то что это бесполезная абсолютно вещь так как перенести плагины из старого фотошопа так тоже был такой вопрос сейчас покажу сейчас плагины в фотошопе у нас находятся насколько я помню по моему то ли программ дата то ли программ файлс сейчас посмотрим нет не программ дата common файлс так нет не здесь так а вот плагинс adobe плагинс давайте посмотрим вот значит запоминайте путь то есть это локальный диск c программ файл сек 8 x86 common файлс adobe плагинс cc так нет не здесь так сейчас посмотрим собственно в самом фотошопе нет так так мне нужно отдельно как бы эту тему посмотреть вот они постоянно что-то меняют и если раньше плагины находились именно в папке вот в этой адобовской то сейчас они местоположение изменили то есть нужно нужно эту тему мне более подробно изучить то есть у меня плагины все перенеслись все нормально без всяких проблем вот так вопрос будет ли новый фотошоп для фотографа да в процессе в процессе вот но он будет на две части разделен то есть первая часть будет для новичков она скоро выйдет я думаю до нового года наверное я и выпущу ну будет она естественно на другой площадке то есть на фотомонстре больше никаких моих курсов не будет то есть я сейчас сам своими курсами занимаюсь постепенно переношу их на свою онлайн школу на свою площадку вот то есть как бы с фотомонстром мы разошлись в этом плане скоро все курсы будут у меня так ну в общем фотошоп для фотографа еще раз скажу где-то наверное к новому году только мы запустим то есть первую часть вторую на второй я еще пока даже не начинал работать дело в том что я как бы обнаружил что не хватает очень многим базовых знаний и давать сразу именно вот то что раньше было в фотошопе для фотографа то есть многие этого просто не понимают без предварительной подготовки без предварительной базы так как можно будет найти ваши курсы но вот там же где вот это вот где я нахожусь сейчас я ссылочку еще раз скину вот моя онлайн школа так вот вопрос еще скачиваю кисти на сисе они не ставятся говорят версия не то как понять поставятся кисти или нет ну только попробовать поставить больше никак только так так вот про плагины до нужно папки с плагинами перенести в фотошоп да то есть они на самом деле начинают работать нормально то есть старая папка с плагинами она где-то должна быть вот ее нужно в новый фотошоп перенести и тогда все будет работать так где можно взять технические данные для установки новой версии но опять же на на сайте adobe так как загрузить про пенал на предыдущую версию ставилась без проблем а что за про пенал я не знаю про такую можно ли установить новую камера raw в старой версии фотошоп ну скорее всего там какое-то ограничение стоит то есть на самом деле у меня все автоматически обновляется через креатив клауд вот поэтому я обновляюсь вот здесь то есть если обновление камера raw доступно то она вот здесь появляется так вот про семерку еще пишут винду но скорее всего нет не получится установить так кисти привязываются к версии фотошоп получается вот честно скажу не знаю потому что я не пользуюсь сторонними кистями мне в общем хватает которые есть фотошопе то есть я не рисую не украшаю каким-то образом фотографии с помощью кистей поэтому этим вопросом не интересовался так ранее купленные курсы после переноса останутся все что вы там покупали на фотомонстре все там и останется на платформе и будет доступно это естественно да но но новым клиентам я уже буду продавать именно вот через свою площадку так вот тут влад беленко пишет можно отдельно установить камера raw да можно где-то в недрах adobe есть ссылки именно на установку камера raw но я к сожалению сейчас их вам найти не могу вот где-то они там есть так в общем если вопросов больше нет то давайте мы будем с вами прямой эфир заканчивать и еще раз приглашаю для участия в онлайн марафоне по ретуши то есть если хотите чтобы ваша работа именно была разобрана чтобы я именно на вашей работе все показывал 30 человек я могу принять именно в платный вот этот в платное участие вот ну бесплатно тоже естественно все могут смотреть но там уже как бы разбор работ будет только для тех кто именно купил платное участие и так на этом все ссылочки я еще продублирую под трансляции на ютюбе в комментариях на марафон по ретуши для записи на этом все спасибо всем за внимание надеюсь что обзор был для вас полезен ну и до встречи на следующих прямых эфирах не только в комментариях не только но и не только